В середине ноября прошлого года из Брянска в оперативную группу прибыло более 50 солдат-срочников. Еще несколько месяцев назад некоторые новобранцы и не представляли, как обращаться с оружием. А теперь молодые солдаты почти не уступают профессиональным военным, говорят специалисты. Что можно сказать? Солдаты очень хорошо овладевают военным делом, очень быстро учатся. Это уже не те юноши, которые пришли, а настоящие мужчины, возмужавшие и умеющие делать свое дело. Ваша коп справа, крайняя правая ячейка. Ваша коп слева, крайняя правая ячейка. Огневая подготовка – это не только стрельба по мишеням, это еще и изучение технических характеристик и устройства оружия, а также выполнение разнообразных нормативов, что позволяет как можно лучше закрепить полученные навыки и умения. Для кого-то это станет армейской школой жизни, для кого-то это станет профессией – защищать родину. Александр Власов планирует продолжить службу в российской армии, но уже на контрактной основе. Свой первый опыт обращения с оружием рядовой получил еще до службы, поэтому, говорит, стрельбы не стали для него сложной задачей. Отслужил я всего три месяца в оперативной группе российских войск. С отцом ходили на охоту, и он мне объяснил одну истину – либо ты зверя, либо он тебя. Вот такие результаты. Впереди у военнослужащих еще много нелегких армейских будней в постижении азов воинского мастерства, которые помогут им стать настоящими защитниками Отечества. Юлия Горлова, Ярослав Богат, Первый Приднестровский.